Программу газификации региона на 2012-2015 годы обсудили на заседании правительства. Ситуация, по мнению выступающих, неоднозначна. Общий уровень охвата Ивановской области голубым топливом на 10% выше, чем в целом по стране. А вот уровень газификации села отстает от общероссийских показателей в два раза. Уровень газификации за 11 месяцев текущего года в целом по области вырос на 0,8% и составляет на 1 декабря 75,7%. В том числе в городах и поселках городского типа 91,6%, в сельской местности 31,1%. О проблемах газовщиков рассказал руководитель «Газпромрегионгаза» Сергей Мазалов. На пути голубого топлива попеременно встают самые разные проблемы. Например, собственники территории, через которые должен пройти газопровод, называют запредельную цену за эксплуатацию своего участка. Или, казалось бы, газопровод через лес, но и тут разрешение можно ждать полтора года, если это так называемые защищенные леса. Губернатор проблемы «Газпромрегионгаза» выслушал и указал на неудобства, которые создает уже сама компания населению. Фирмы не принимают газовые счетчики, которые установлены не их сотрудниками. Павел Каньков считает это монополией. Здесь в основном все продиктовано безопасностью проведения этих работ. Это непонятно. Нет, если организация приходит и выполняет все требования, которые предусмотрены, то есть у нее есть договор на аварийное диспетчерское отслуживание, у него все собраны документы, он исполняет проектную документацию исполнительную, то он может участвовать на рынке. Но дело в том, что те организации, которые приходят, они не делают. Много счетчиков не вами поставлены в той регионе? Порядка 500. Но самая основная проблема, по мнению газовщиков и губернатора, это долги потребителей. 1 миллиард рублей за голубое топливо задолжали промышленные предприятия, сфера ЖКХ и население. Растет долг населения Ивановской области перед ЛАО «Газпромрегион Газ Иваново». На сегодня этот показатель составляет 247 миллионов рублей, из которых 102 миллиона рублей. Это просроченная задолженность. На долю долгов населения в общей сумме задолженности приходится 23%, и задолженность населения также выросла на 11% по аналогичному периоду прошлого года. Обращаю ваше внимание на задолженности перед ЗАГАЗ. Фактически, наверное, не самое главное, но 12 спортивных площадок в этом году мы потеряли только потому, что имели достаточно большую задолженность за газ. Алексей Борисович отказал на отрез. Нет, пока, говорит, давный за газ не будет площадок. Что хотите, то-то, так сказать, и делайте. И самое главное, я не вижу здесь какой-то серьезной катастрофы. Думаю, что это просто требует системной работы на всех уровнях. Губернатор предложил всех должников взять на контроль и особенно подключиться к этой работе главам муниципалитетов. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.